Добрый вечер! Информационное шоу на областном телевидении продолжает рубрика «Здоровье». Меня зовут Александр Гальперин. Лето – время отпусков, ну, по крайней мере, мне бы очень хотелось бы в это верить. И большинству из нас, кому все-таки удается отдохнуть летом, всегда предстоит некий выбор. Либо, может быть, поехать к морю, либо остаться у нас, а отдохнуть, например, в санатории на Урале, которых у нас великое множество. Вот сегодня мы поговорим о санаторно-курортном лечении. И у нас в гостях директор, ну, наверное, самого знаменитого санатория в нашей Свердловской области, санатория «Обуховский» Иван Александрович Клементьев. Иван Александрович, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Иван Александрович, ну, такой, может быть, банальный вопрос, а вообще, что представляет собой санаторий сегодня? Что это такое вообще? Это больница или это какое-то другое место отдыха? Санаторий, безусловно, является медицинским учреждением, в котором проводится восстановительный процесс отдыхающих либо после каких-то операций, либо непосредственно по медицинским показаниям. Ну, а санаторий, если брать в целом, то, конечно, это учреждение со своей базой медицинской. Это все-таки, это больше медицинское учреждение? Да, конечно, безусловно, это медицинское учреждение. Либо это люди, которые просто хотят провести время вот у нас на природе с природными факторами. Вот какое примерно может быть соотношение? Соотношение, конечно, пока, безусловно, в пользу тех, кто по медицинским показаниям приезжает в наш санаторий. Но мы, развивая наш сервис, конечно же, вся отрасль в целом стремится, чтобы в санаториях не только лечились, но и приезжали просто для отдыха. Мы, конечно же, работаем над этим. То есть вот кроме непосредственной медицины, кроме непосредственных медицинских процедур, есть еще какая-то вот, ну, условно говоря, культурная программа. То есть есть чем заняться? Конечно, безусловно. У нас, если применительно к санатории, который я возглавляю, эта культурная программа достаточно насыщенная, имеет хорошие положительные отзывы от наших отдыхающих. То есть людям нравится не только лечиться. А вот скажите, вот такой вопрос на засыпку. Мне в этом году вот пока не удалось в отпуск поехать, но я все-таки очень-очень на это рассчитываю, может быть, вот через какое-то время. Вот все-таки, вот почему мне бы вот надо выбрать, поехать все-таки, ну, не куда-то к морю, например, либо на наше море, либо, может быть, куда-то за границу? А почему именно поехать? В чем предпочтение все-таки поехать в санаторий? Я думаю, что для здорового человека, наверное, такой вопрос чаще всего и встает в голове. То есть либо мы хотим отдохнуть и увидеть какую-то экзотику, либо хотим провести там ряд лечебных процедур, которые в дальнейшем будут иметь профилактическое воздействие на организм. Поэтому мы здесь, конечно же, склоняем всех наших посетителей, отдыхающих и вообще всех граждан для того, чтобы проходили именно санаторно-курортное лечение, которое впоследствии благоприятнее будет сказываться на организме. Если мы сами даже посмотрим советский опыт, то во времена Советского Союза санаторно-курортное лечение было прекрасно развито и замечательная статистика по профилактике заболеваний. Ну, в советское время все-таки были проблемы выбора, да? То есть действительно, но особо больше и некуда было поехать. Конечно. Все же за границу ездили единицы. Ну, очень мало, скажем так, людей. Да, и сейчас этот выбор, конечно, обусловлен тем, что качество сервиса отельного мы еще не достигли. Я думаю, что вся отрасль, наверное, санаторно-курортного лечения в целом. Но все стремимся к этому. Даже глава государства говорил об этом, что необходимо для санаторно-курортного лечения, наверное, свою какую-то альтернативную оценку звездности, так сказать, для общего понимания, создать специально, чтобы можно было будущим отдыхающим, так сказать, удобнее определить, в какой санатории нужно поехать. А вот, кстати говоря, вот этот вот корпус с башенками, который у вас, который видно с любой практически дороги, когда проезжаешь мимо, это что? Это жилой корпус? Это жилой корпус люксовых номеров, называется замок. Он даже вошел у нас в наш такой неформальный герб санатория Абуховский. Замечательный корпус с большими номерами, в которых есть сауна, огороженный полностью водоемом. Отдыхающие очень любят. Ну, выглядит эффектно, на самом деле, со стороны, когда смотришь, когда мимо проезжаешь, это, конечно, ну, это действительно определенная изюминка, ну, и правда, это действительно герб, наверное. Конечно, да. Это определенная визитная карточка санатория. Скажите, пожалуйста, вот, ну, минеральная вода. Мне даже, ну, как-то даже несерьезно спрашивают, наверное, что такое Абуховская минеральная вода, потому что, ну, я не знаю жителя Свердловской области, который бы когда-нибудь ее не пробовал. Все-таки основные какие моменты, кому она больше всего показана, и для кого получается, что санаторий Абуховский, вот если говорить про заболевания, для каких болезней наиболее он показан? Санаторий Абуховский непосредственно, конечно, больше настроен на лечение и восстановление в области желудочно-кишечного тракта, в области урологии, гинекологии, но, тем не менее, развивая свою базу, мы хотим отнять часть, так сказать, отдыхающих из сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Мы работаем сейчас над этим. И то есть у вас все специалисты есть? Да, конечно, у нас замечательная лечебная часть, хорошие специалисты. Опять же, повторюсь, с прекрасными отзывами, с которыми можно ознакомиться в интернете. А скажите, есть такая возможность, когда человек приехал в санаторий, не обследован, то есть вот-вот просто человек приехал к вам и пройти какую-то диагностику, какие-то методы обследования, ну, поставить, может быть, диагноз и какое-то лечение? Конечно, такую диагностику пройти можно и на месте, но чаще всего отдыхающие приезжают непосредственно уже с заполненными санаторно-курортными картами. Это проще и нашим врачам для дальнейшего приема. Ну, можно, конечно, пройти и на месте. Правда, на месте же может и выясниться, что есть какие-то противопоказания, которые не позволят отдыхающим потом пройти те или иные процедуры. Но взамен мы всегда предлагаем нечто другое. Ну, противопоказаний для санаторно-курортного лечения ведь не так много, но это, понятно, острые заболевания, острые любые состояния. Это да, это противопоказания, либо онкология. Ну, а так, в общем... Ну, либо недавняя операция, которая... Да, либо совсем недавняя операция. Ну, вот такой вопрос, а вообще вот состояние отрасли сейчас, вот состояние того, как выглядит сейчас санаторно-курортное лечение, вот что бы вы могли, может быть, предложить вот для повышения эффективности, что бы вы планируете, может быть, сделать? Отрасль в целом, конечно, нуждается в каких-то дополнительных мерах государственного стимулирования, допустим, такие как льготное налогообложение, но больше мы считаем, что необходимо стимулировать самих граждан проходить санаторно-курортное лечение и, наверное, какую-то помощь, в том числе и финансовую, оказывать им. Да, да. Да, и, кстати говоря, все равно, вот то, что мы говорили в первой части программы, да, о том, что сравниваем с морем, да, с поездками на море, все-таки это совсем разные вещи. Ну, конечно. То есть здесь я бы сравнивал бы с такими-то курортами, как, например, Карловы Вары, да, вот там действительно тоже это что-то где-то вот, может быть, это и конкуренция. Море — это другое, это все-таки другое, это смена климата, это не каждому подойдет, но это и, в общем, довольно дорого. Карловы Вары, конечно, это безусловный стимул, стремление нашей отрасли в целом, но не надо не забывать, что Карловы Варом как курорту уже очень много лет. Да, да. И вопрос про юбилей. В этом году санаторий Обуховский, руководителем которого вы являетесь, 160 лет. 160 лет. Ну, наверное, кстати, как Карловы Вары практически. Наверное, да. Что планируется, какие мероприятия, что вы будете делать? Да, действительно, в конце августа у нас будет праздник, мы на него приглашаем всех желающих, всех наших отдыхающих, тех, кто раньше приезжал в санаторий, приглашаем всех жителей. Будет интересно. Груз ответственности, конечно, не давит на 160 лет. Мы считаем себя молодыми и современными. Со всей подробной информацией можно будет ознакомиться в сети интернет, все наши контакты есть во всех социальных сетях. Теперь мы движемся в ногу со временем в этом отношении. Я могу только поздравить наш замечательный санаторий Обуховский и вас лично с юбилеем. Хорошо вам его встретить, еще 160 лет и развития, и развития. На самом деле, для медицинского учреждения возраст – это большой плюс. И для лечебного учреждения это традиции, это... Возраст – значит опыт. Да, это здорово. Поэтому вам долгих лет. Спасибо вам большое за участие сегодня в нашей программе. Сегодня мы говорили про санаторий Обуховский и продолжает наше информационное шоу, программа «События». До свидания. Берегите свое здоровье.